Идущий на Ликвид, приветствую тебя! Привет, друзья! Рад вас всех видеть, особенно дамы и господа в частности. Давайте посмотрим, что у нас по биткоингу и кибервалютам. Вчера предполагалось вот такое вот движение, то есть предположение, которое я уже часто говорю, что команда Илона Маска, которая решила добрать немножко биткоинов по своей цене, работает слаженно и оперативно, раз за разом, формируя одни и те же формы. То есть какой-то пролив жесткий, скам движения, выход на поиск ликвидности, подавление, полка ниже и выход вверх. Два раза то же самое. Три уже. Раз, два, ну и третий. Что мы видим? Ну, естественно, формы уменьшаются. Да, если тут у нас было, сколько там, 60 дней, тут уже, сколько, 25 дней. Соответственно, предположить, что тут дней 10 будет, да, если уменьшается каждый раз. Ну да, 7 дней. А что еще хотелось бы сказать? Предположение, ну, как бы, верно. Десятки ликвиднули, и, в принципе, около них и пляшем сейчас. Формирую, там, ланги пилим. Ну, как вообще, как в предыдущем. То есть, берут ланги, их пилят на нижнем уровне. Вот их ликвиднули. Сюда пришли. А, нет, так, это вот, вот этих вот ликвиднули. Этих тоже ликвиднули. Этих еще, вот они пришли. Их еще не ликвиднули. Ну, думаю, что до начала месяца им тоже дадут пизды. В принципе, формы одинаковые. Распил в обе стороны. Это подтверждается таким же фандингом, который ушел в нейтралитет. Это замечательно, особенно для альткоинов. Фандинг стал нейтральным. Это хорошо. Это значит, что финансирование сброшено. То, что лишние ланги с плечами сброшены. Люди боятся ланговать. И, в принципе, сейчас просто начнется фаза отъема слабых рук. Но это тот же самый флет, который был здесь, здесь. Ну, то есть, он только более медленный. Будут закалывать. Да, давайте посмотрим, куда могут заколоть. Ну, вот, наверное, в эти ликвиды. То есть, обычно, и он проливает, и вот эту вот зону мы начинаем закалывать. Ну, скорее всего, то есть, первый закол, выход, закол. Ну, возможно, еще вот так сделают. То есть, на крайняк ликвиднот. И поедем вверх. Ну, в любом случае, как бы, тут выход. Плюс, что у нас еще? У нас сегодня 28 октября. Это конец месяца. Как правило, на таких движениях начало месяца загружаются. Конец месяца разгружаются. Ну, или наоборот. Например, там, 19 мая, когда был Великий Пролив, был конец месяца. Челики разгружались. Я как сейчас помню этот день. Ну, то есть, начало месяца загрузка. Конец месяца разгрузка. Это связано, там, с опционами, с опциональным рынком. Это связано еще, там, много всяких факторов, которые влияют на рынок. То есть, биток. Биток, это уже, там, не какой-то помойка и болото. Это уже, там, серьезный, так скажем, рынок. Вот. Ну, в любом случае, да, после этого подавления и какого-то скам движения, которое будет, скорее всего, продолжаться до конца, до конца октября. Октябрь у нас заканчивается через, ну, еще два дня. Короче, придется потерпеть, подорожать. Что все плохо. Рынок бычий закончился. Хотя, если откроем недельный график. Но это вообще криктос ни о чем. То есть, 10% это хрень полная. Вот. Поэтому, торгуйте чаще на дневник графиках, чтобы, там, в шок и в панику не впадать. По альткоинам, чего интересного. Из 20 лангов, которые у меня есть на разгонном аккаунте, я вчера несколько закрылась по стопу. Это была ада. Да, то есть, уничтожил мой запил. Пошла вниз. Добирать ликвидность. Все, ее я больше не торгую. Я, в принципе, в чате написал, что у меня с Адой все время какая-то проблема. Чего я не сойду на нее. Все время. Все время она не дает мне тейков. Вот. Но тут не меняется. Понятно, что она даст выход вверх. Но все, я торговать не хочу. И еще, по какому у меня выбило? Инч у меня вчера зафиксировался. Поздравляю всех держателей. Тут вообще просто бодро. Ну, я вчера вот тут тейкал. 111%. В принципе, еще половину спота я продолжаю держать. Потому что обычно такие движения. Ну, еще вот здесь вот и можно у верхней полки еще скинуть. Ну, скорее всего, он еще выше пойдет. Понятно, что мы оставим. Еще. Ну, половину я уже скинул, перелил в другие альткоины. Атом я еще продолжаю держать. То есть, он выглядит очень хорошо. Вчера, даже на сквизе, пришел просто в мою точку входа. Но стоп, я не убирал. То есть, стоп, у меня как стоял, тут и стоит. Безубытка я у нее переносил. Жду там 0.50. Хотя у него фондост вроде как один из немногих горячий. Поэтому буду промежуточные тейки делать. Вчера уже, кстати, сделал один. Так, что еще интересного? BNB, как бы все красиво. Нормально идет на 588 первый тейк. Ну, и косарь дальше. Bitcoin Days нормально. Продолжает скамиться. Все хорошо. Кстати, да. Сейчас многие опять наберут альты. Но я бы про биток тоже не забывал. Потому что есть возможность, что опять пойдем рашивать. Опять альткоины останутся кровоточить. И ликвидность перетечет в альты, только когда биткоин свое отходит. Чтобы не было обидно, что там биткоин растет на 5-10%. Ваш альткоин там на 2-3. Возможно, имеет смысл держать побольше битка. Что еще интересно? Ну, кейк хороший. Ну, вот мне нравится очень кейк. Я вот как раз-таки часть от прибыли, которую после нича перелил в кейк. Ну, смотрится круто. Ну, то есть, да. 0.36. Как бы с текущих. Это x2. Почти. Че бы и не... А, не почти, а да. С 18-ти. Поэтому кейк крутая. Ну, единственное, его на фьючах нету. На разгонном аккаунте не придется взять. А хотя, ну, кейк нормально дойдет по-любому там до 60. Это x3 стекущих. Ну, правда, скорее всего, я уже тут не буду держать. Я с большей частью расстанусь где-то вот в этом диапазоне. Вот. Коин. Кто продолжает держать, я ее уже там не осталось. 25-30% что ли от позиции. То есть, все как предполагалось. По 32. Рост. Как бы пойман. 40% на фонде. Я думаю, что это круто. Комп продолжает держать. Он у меня в точке входа болтается. Да, то есть, брал по 317. Сейчас 310. Ну, фактически, та же цена. Можно брать. И, в принципе, в комп-то я и часть тоже прибыли перелил. Смотрится хорошо. То есть, ну, то есть, первый тейк. 601. Не забывайте тейкать, потому что вчера вот, например, ААВА очень хорошо себя показал. Да, но у меня было ни тейков, ничего. Рост подавили. Продолжаю держать около точки входа. Хотя, надо было, конечно, зафиксить хотя бы часть. Вот. То же самое там с... Господи. Че я только что смотрел? Все уже старость не в радость. Вот. Че еще интересного? Ну, ДОТ. Нормально все. Жду полтинник и выше. ЦРВ. Красотка. Сегодня еще раз, ну, уверенно зафиксировала. Перехай. 6. Ну-ка. Шаблон. Фиксированный шаблон бар. Ну, в принципе, в этом блоке уже надо потихонечку избавляться от актива. Вообще все. Хотя у меня там осталось 25% от всего, что мы держали от покупа и докупа. Оно, считай, из двух. 200% круть. Доги Коин кто-то спрашивал. Пока в рамках все, как бы, предыдущего движения. Вот такой вот фрактал. Пока идем. Один в один. То есть даже коррекция укладывается в этот фрактал. Ну, просто сейчас начнем. Запил и выход вверх. Тем более там Илон Маск, скорее всего, недоволен, что какая-то шиба хуярит. Там на 0,6. Ну, это лишний раз показывает, что на рынке бешеные деньги, ликвидность и так далее. Рано или поздно, конечно, с этим покончится. Но пока там наслаждайтесь. Кто-то даже умудрялся брать вот здесь, вот где я тейкал. Я продал пацанам, кто дальше держит. Но я бы такое больше, наверное, шортил, чем ланговал. Ну, так как рынок бычий, естественно, я шортить, не знаю, не буду. Ну, если там до 0,1, если как тезер придет, капитализация, возможно, зашорчу. Ну, потому что это бред. Никакого фундаментала, ничего нету. Но я же не Вася Стинькова, я не буду шортить бычку. Хотя очень хочется. Что еще интересно, давайте посмотрим, что тут. GRT, также у точки входа находится хороший актив. Первый тейк. Вот здесь вот. Ну, и, скорее всего, он на АТХ пойдет. Вот. Как бы все красиво смотрится на дневных графиках. Все заебумба. Суши тоже самое. В точке входа болтается. Сколько у нас там? 11 вчера было. 12. Сейчас 10. Да вообще, как бы, если смотреть на дневной график, ничего, никаких катастроф вообще не происходит. Это вот кто дрочит там на 5 минут, там вообще, наверное, вчера плакали просто, если кто-то лонговал. Вот, поэтому все альты по-прежнему выглядят хорошо. Особенно DeFi. Я не про все альты. Кстати, спрашивают вот про старые альткоины. Ripple, Hripple, Driple, где тут он. Он тоже выглядит хорошо. Но старые, мне кажется, вот как раз таки биток сейчас будет скамить, скамиться и идти вверх за счет старых альтов. Будут расти вместе с битком и хорошие проекты, но вот старые альты, типа Doggy, XRP, кстати, Doggy у меня куча. Они, ну вот если только Doggy, потому что у нее давно выхода не было, единственное, кто не поддержал рост, скорее всего, она вопреки пойдет. Блин, где Ripple-то я не могу найти. А, вот Ripple. Как бы вчера показывал, в чат скинул, кстати, подписывайтесь. Обязательно, где тут Ripple, пазл собран, то есть в принципе, в теории, где у меня тут, похожая форма, то есть раз форма, два форма, раз запил, два запил, скам, 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 дополнительный скам перед ростом, дополнительный скам перед ростом. В принципе, пазл собран, ну, я держу там на какой-то, по-моему, на один или два процента депозит, не помню, насколько я уже покупал. Держу, как бы Ripple любит удивлять, так скажем. Вот. Поэтому старая... А, еще меня попросили... Рома попросил хлам и TRX. Хлам и TRX. Ну, хлам такой же имеет стандартный запил. Как бы, можно брать. Я не буду, просто у меня старая литкоина, они не очень нравятся. Потому что многие из них не сделали АТХ даже 2000 какого-то там, 18-го года. Но, в принципе, ну, вот, хлам действительно выглядит красиво. Ну, тут, опять же, тут надо цельться, если только на перехай, в принципе, точка входа нормальная. Где тут? Ну, тут вот большой дядька. Сюда мы стоп. Скорее всего, не придем. А если придем, то уже смысла держать нет. Ну, такую вот сделку я бы рассмотрел с текущих, в принципе. Чего бы и нет. То есть, стоп на 0,22. 0,66. Первый тейк. Да и можно попробовать, конечно, перетянуть. Но, опять же, он повторяет движение. Чего, опасно. Понятно, что сейчас бычка, скорее всего, такого не будет. Ну, вот такой может быть. Я бы не стал. Ну, у меня просто нету этого актива. Вот именно из-за этой формы. Хотя, ну, вот сейчас он смотрится хорошо. Как бы, если весь рынок пойдет, по-любому пойдут и старые альты. Хлам и что там, и 3x. 3x тоже хорошо смотрится. Я смотрел его недавно, но убрать не стал. Как бы сейчас все хорошо смотрится. Да? На мой взгляд, сейчас любое говно будет стрелять. Где этот 3x-то? Ну, не прямо сейчас стрелять, но потерпите там 2-3 месяца. Как бы, многие терпели там сколько? С 18-го года. 3 года, 4 почти. А тут потерпеть. 3x. Вот он. То же самое. Как бы, есть опасность повторения вот такой вот формы. Да? Но локально смотрится, как и все альткоины в нормальном запиле. Причем у 3x-то такое, ну, достаточно ровное. Ровный рост. Ну, вот если там треугольники по демарку, там индикатор рисует, можно. В принципе, сейчас мы тестим этот треугольник. И, скорее всего, ну, что-то такое. Тем более, открыт тренд, так скажем. Открыт тренд зеленый. Хотя мы уже спустились под него. Ну, в принципе, если рискнуть хотите, можно. Ну, опять же, я 3x. Просто 3x такая монета, она как рипл. Она раз в 5 лет стреляет. Вот, поэтому, где тейкать? Ну, коррекция. Давай посмотрим. Посмотрел технологию Fibonacci. Растягивать не умею, поэтому. Ну, вот 0.25 минут. Где-то здесь, в теории, завершение цикла TRX. Да, в принципе, он любит же, ну, как бы еще выше пробивать. То есть, там, на 0.5, он может на 0.68, на 0.30. Короче, не знаю. Там Джастин Сан же вышел из всех проектов. Насколько я знаю. Может, не вышел полностью. Поэтому. ХЗ. Чё, по TRX. Старый альткоин. Я не люблю старый альткоин. Старых альткоинов вот DoggyCoin. Вот это вот мощь. Она, потому что, постоянно обновляет свои хаи. Ходит по одним и тем же циклам. Ей пользуется Илон Маск. Скоро в космос можно будет летать с DoggyCoin. Покупать Теслу. Откупаться от мусоров. Да чё угодно. Там можно с помощью DoggyCoin делать. Вот. Поэтому там есть фундаментал от TRX. Это всегда какая-то была скамная монета. Чем-то от неё постоянно воняло. Вот. Вот. А так. Ну вот, смотрите. Ещё я вчера выложил. Как бы. Кракина. Задумайтесь над покупкой IPS. EPS. Да. Возможно, ещё какое-то скам движения вниз идёт закольное. Как ушибы. Но. CRV очень хорошо стрельнуло. А EPS это форк CRV. Насколько я знаю. И там тоже залочено очень много монет и так далее. Насколько я знаю. Это тоже сектор DeFi. Но тут прям будет выход мощнее. Думаю, что по EPS. Потому что накопление очень долгое. Прошу как бы заметить этот актив. И записать себе обязательно в блокнотик. В общем, вот. Да. Выпускайте Кракина. Выпускайте Кракина. Вот. Чё ещё? Чё ещё? Наверное, всё. Фандинг остужен. Поболтаемся. Подражим. Несколько дней. Там. Пятница, суббота, воскресенье. Низко ликвидные. Завтра смотрим в пятницу. Чё. Как закрывается. Бежит СМЕ. Скорее всего, на тех же отметках она откроется. И в понедельник. Послезавтра, в субботу. Смотрим, как стоит институционал. Институционалы 100% стоят в лонгах. Последний раз они стояли 800, по-моему, лонгов против 300 шортов. Поэтому не надо ссать. Бычка продолжается. Да. Набирайте хорошие бриллиантовые активы. Смотрите внимательно. Да пребудет с вами прибыль. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!